Всем привет дорогие друзья, с вами Мортиган. Не успел я побегать и оценить полторашку от CD Projekt Red, как клиент начал снова обновляться на нешуточные 10 с хреном гигабайт. Видимо, хотфиксы завезли, анонса никакого не было и даже патчноута нет. А вы, друзья, пишите свои конфиги и как у вас прет игра. Это очень интересно и для статистики очень полезно. После небольшой отбивки начнем разбираться, что интересного завезли в хотфиксы, который вышел после нашумевшего патча 1.5. Погнали! Различия между версиями 1.3 и 1.5 ощутимые. Помимо того, что в игру завезли кучу изменений, которые ощутимо влияют на восприятие игры и приближают ее к более законченному произведению, Эти изменения, судя по комментариям к моему предыдущему ролику и многочисленным сравнениям производительности на ютубе, заметно снизили количество фпс. Видимо, данный хотфикс призван подправить эту ситуацию. В одном из забугорных сайтов я нашел инфу, что якобы CD Projekt Red дали свои комментарии по поводу этого хотфикса. Цитата. В первую очередь было исправлено несколько вещей, которые не работали должным образом. Конец цитаты. Есть такое понятие, как передний край науки. По моему мнению, киберпанк соответствует этому понятию, является флагманом в игровой индустрии. Точнее будет выразиться, как киберпанк это сосредоточение передовых графических технологий. И вся эта масса, соответственно, не может идеально работать. Требуется время, чтобы отладить все процессы и так далее. И с каждым патчем мы наблюдаем, как наслаиваются все новые и новые фишки. Но только скачать новую видеокарту, к сожалению, не получится. Ее надо покупать. А чтобы ее купить, надо идти работать ручками и ручками. Кто чем умеет, в общем. А киберпанк это игра не только про геймплей, но и про графику. Я еще не знаю ни одну игру, которая просто ставит на колени практически любое железо. На равных с ней могут разговаривать и смотреть прямо в глаза только старшие карты RTX. Это 3080 и 3090. Да и то без DLSS даже они чутка нервничают. Так вот, друзья. Этот Hotfix добавил новую опцию в графические настройки. Точнее добавил более тонкую настройку. Появилась новая опция трассировки лучей. Называется «Локальные тени с трассировкой лучей». Если активна данная новая опция трассировки лучей, тени, отбрасываемые лампой и подобными локальными источниками света, также рассчитываются с помощью трассировки лучей. Если вы отключите эту опцию, то трассировка лучей будет работать только с глобальными тенями от солнца. Например, как до патча 1.5. Возможность отключать локальные тени с трассировкой лучей может стать долгожданной возможностью для некоторых игроков для улучшения производительности игры. Например, для карт 2060 это более чем актуально. 3050, к слову, даже если она на данный момент выглядит слабее, чем 2060, с лучами карта работает чуть получше за счет более совершенных арти и тензорных ядер. И в обозримом будущем за счет оптимизации и небольшого видеобуфера обгонит 2060. В общем, после патча 1.5 с хотфиксами с включенными лучами, киберпанк стал еще более требовательным к видюхе, чем раньше. Даже учитывая, что производительность без трассировки лучей улучшилась. В сообществе стима люди пишут, что на их картах от AMD игра начала крашиться и на 1.3.1 было гораздо лучше. Лично я заметил, что разного рода гличи с текстурами поправили, но все же игра вылетала. Так как я золочил FPS на 33 кадра, падения FPS я особо не заметил. Это я сделал для того, чтобы не сильно нагружать свою видюху, иначе ход спот на моей карте поднимается чуть ли не до 90 градусов. А так температура держится в районе 65, а ход спот доходит до 78-80. В основном держится около 75. Да и Ryzen 2 600X не особо вывозит. Ну а вы, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите про свой уникальный опыт с данным патчем и хотфиксом, и поведением вашего железа. Будет интересно и полезно для всех. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok